Пешеходы по неволе – так называют себя жители Красной Горки. И в снег, и в дождь, и в гололёд жители этой части города вынуждены добираться до остановки Охотская пешком. В этот район Севастополя ходит автобус номер 29. Однако попасть на него вовремя стало практически невозможно, рассказывают горожане. Общественный транспорт ходит с интервалом в полтора часа, а последний рейс совершают в 17.15, ещё до того, как у большинства жителей заканчивается рабочий день. Но как только люди привыкли к графику, автобус стал вовсе пропускать свои рейсы. Дочка до шести работает, она приезжает в восемь, начало девятого с работы. Она доедет вниз до автовокзала, всё, а наверх нечем подниматься. Если что, то пешком идут, если нормально можно подняться. А нет, то ждут хоть какого-то участника. Альтернативой для людей стала маршрутка номер 31, которая едет от Красной Горки до площади Восставших. Но, по словам жителей, транспорт совершает за день всего три полных рейса, ещё до обеда. После водитель просто сокращает свой маршрут и продолжает работать по направлению Охотская – Красная Горка, рассказывают люди. По сути, он просто курсирует по Красной Горке сверху вниз. Севастопольцы отмечают, что он перестаёт ходить после 18.30. Стоимость проезда в этом чудо-транспорте – 17 рублей. Добираемся, как всегда, все пешком. У меня двое детей. Утром старшая идёт пешком, потому что маршрутов нет. С младшей жены идёт тоже пешком, даже до автовокзала, даже до ЖД. Потому что здесь невозможно. Вернуться обратно практически нереально. Один маршрут, автобус то ходит, то не ходит. То есть, как хотят. Если плохая погода, 100% никого не будет. Если там что-то... Ну, 17 рублей, конечно. Ценников не висит. Маршрут стоит 17 рублей. Единственный такой маршрут, который едет 2 километра за 17 рублей. Как вы лично добираетесь с Охотской сюда? Пешком. Все пешком ходите. Все пешком идём. Нет, дело в том, что мы очень много разговаривали. В прошлом году мы собирались и с Просветкиным. Нам было так сказано депутатам, что дадут автобусы. Вот я смотрю, в городе автобусы новые появились. И те маршрутки, которые освободятся, нам дадут на горку. Потому что их уберут с основных маршрутов, и они освободятся. Но до сих пор у нас автобус, он, значит, ходит полтора часа, через полтора часа. Понимаете? Да, и никогда не ходят. Да, я уже об этом сказала. Поэтому мы обращались. Мы всё время, у нас эта проблема поколение с поколением. Десять лет. Транспорт, да. Что это такое? Полтора часа, чтобы добраться. А основное, вот с детьми люди. Голадь, вот тут я сама сколько раз. А люди на работу идут? Да, и руки ломали, потому что гололёд, лестница не посыпается вовремя. И без гололёда. Это проблема. Чтобы решить транспортную проблему, жители Красной Горки ещё в сентябре обратились в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя. Однако ответ получили только в декабре. Чиновники пообещали горожанам заменить перевозчика на маршруте номер 29 и решить вопрос с автобусами 13 января. А до 13 января что мы должны делать? Ходить пешком? Так оно и было. Я говорю, первого и второго вообще не было автобуса. И так вот до сих пор. Да, теперь гололёд был. Он не мог подниматься. Сегодня население Красной Горки – порядка 10 тысяч человек. Ежедневно пожилые люди и дети вынуждены преодолевать дистанцию в 2 километра, чтобы добраться от остановки до дома. Походы в театр или кино для горожан стали настоящей роскошью. Ведь каждый из них знает, что вечером предстоит долгий пеший путь домой. Севастопольцы надеются, что городские власти всё же обратят внимание на проблему одного из старейших районов города. И в ближайшее время здесь появится регулярный общественный транспорт. Дарья Юхновская, Виталий Козловский, Севинформбюро.